Ну и первонаперво, я думаю, мы попробуем сделать центровку нашей окружности. В целом, что-то как-то где-то наметил и примерно... Вот так. Далее я бы немного её уменьшил. Отпилим, наверное, вот так. Сейчас возьмём ножовочку и быстро всё это отпилим. Возможно, я отрезал чуть больше, чем требовалось. Немного сгладил края. Теперь нужно просверлить здесь два отверстия сквозных друг напротив друга. Сделаем вот так. Вот таким вот образом. Ну а теперь, собственно, для чего я это всё делал. Зачастую ломается катушка, не догасившая. Сейчас я покажу, как это выглядит, сломанная катушка. Выглядит, ну, это верхняя часть, соответственно. Эта кнопка, она вот так вот стирается и перестаёт прижиматься по-человечески. Соответственно, нужно догасить совсем небольшое пространство и показываю, что можно сделать. И да, кстати, нашёл эту самоделочку, естественно, в интернете, не придумал из головы. Всё, что нахожу, проверяю и рассказываю вам. Так что я не претендент на изобретение данного девайса, но я думаю, что он поможет мне доделать работу, которая остаётся совсем немного. Выпрессовываем гайку из старой катушки, потому что резьба здесь обратная. Ну и так, я креплю, получается, нашу заглушечку. Сюда подложил гайку, чтобы был упор небольшой. И вот так всё выглядит. Непосредственно с леской. У ребят в сети я видел, что они завязывают как-то петельки, узелки. Сейчас я так же попробую, отрежу два кусочка одинаковых. Ну, допустим, вот такой кусочек. Теперь бы ещё его удосужиться завязать. Я сделал такую петельку. И сейчас сделаем вторую и всё вставим на место. Ну и вот, собственно, логика. Наше отверстие, которое мы сверлили, вставляем нашу леску вот таким образом. И вот, вот таким образом. Больше делать ничего не нужно. Я, конечно, очень боюсь, но я сейчас попробую проверить. Якобы под действием центробежной силы она не должна вылетать. Ну, попробуем. Попробуем. Ну, вроде как работает. И вроде как никуда не делась. К сожалению, проверить я сейчас не могу, потому что трава вся покошенная, а на улице у нас идёт дождь. Но я думаю, что ты сам можешь сделать это и проверить. Проверять данный аппарат я, конечно же, побоялся по большей степени, но я думаю, что в целом, если одеть нормальные штаны, одеть резиновые сапоги и защиту на лицо, то вполне нечего бояться и опасаться. Можно вполне докосить там 10-15 метров своего участка, поэтому берите на заметку. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова